МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Парламентская кампания вступает в активную фазу. В Гомеле определили руководство и условия работы областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей. Торжественные линейки, букеты и белые банты. Для более чем 150 тысяч школьников региона начался новый учебный год. Приоритет безопасности труда. О работе мобильной группы и трудовой дисциплине наше большое воскресное интервью. Им строить будущее. Самая массовая молодежная организация страны отметила 17-й день рождения. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Во вторник, 3 сентября, в регионе дан старт избирательной кампании. В Гомеле состоялось первое заседание областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Члены комиссии выбрали председателя и заместителя, а также утвердили режим работы. Председателем областной избирательной комиссии единогласно избран Алексей Неверов. Через несколько минут стало известно имя заместителя председателя – Тамара Лукьяненко. Василий Зубец избран секретарем комиссии. На этом же заседании утвержден режим работы. С 10 часов утра до 19 вечера в будние дни и с 10 до 14 по субботам. Номера телефонов областной избирательной комиссии – 33-43-15 и 33-43-01. Заседание комиссии завершилось вручением ее членам соответствующих удостоверений. Из 14 членов комиссии четверо выдвинуты политическими партиями и пять – общественными организациями. Остальные – трудовыми коллективами и гражданами путем сбора подписей. В состав комиссии вошли люди уважаемые, достойные, отработавшие некоторые из них не первую избирательную кампанию. Поэтому думаю, что это и позволит нам провести эту избирательную кампанию на высоком организационном уровне. Первые десятки, двойки и немного подзабытые за каникулы чувства школьного братства. Начало этой недели стало еще и стартом нового учебного года. Ученики пришли в свои школы за несколько часов до начала торжественной линейки, чтобы обсудить прошедшее лето и планы на будущее. Которая видится максимально оптимистичным. У первоклашек новый этап взросления, а у будущих выпускников впереди самостоятельная жизнь. Какой она станет, пока не знает никто. Но школьные годы нынешним школьникам будут вспоминаться как одни из самых счастливых. Наши журналисты, которые закончили школу уже несколько десятилетий назад, знают об этом совершенно точно. Поболовская средняя школа Рогачевского района, пожалуй, одна из самых старых в Гомельской области. Современное здание построили 40 лет назад. А вот первая, тогда еще церковно-приходская школа, Поболова, открылась в 1870 году. Юбилей здесь отметят обязательно. Однако на этой неделе все внимание началу нового учебного года. Впрочем, касается это не только Поболова. Материально-техническая база в Гомельской области, она обеспечена. И самым главным потенциалом наших школ являются это педагоги. Педагоги, которые, можно сказать, с большой буквы, они дают нам возможность узнать новое. В этом году в Поболовской школе 12 первоклассников к новому этапу в своей жизни готовились. И специальные занятия в детском саду посещали. И на школьной ярмарке вместе с родителями ездили в Рогачев. Ждал, стихотворения учил, ждал, покуда в первый класс пойдет. Каждый день ложился спать, завтра в садик, завтра в садик. Я говорю, нет, в школу в первый класс пойдешь. Напротив первоклассник на торжественной линейке – будущие выпускники школы. Впереди у них еще год учебы, большие радости и маленькие разочарования. Однако взрослая жизнь уже совсем близко. Тем большая благодарность учителям за полученные знания и опыт. Кристина Михаленко первые девять классов закончила в городе, а сейчас учится в сельской школе. В малочисленном классе к доске, конечно, приходится выходить чаще. Однако, если разобраться, это только в плюс. Ты учился в большом классе, то есть тебя там вызовут раз в месяц или, может, пару раз. Ты сидишь спокойно, то есть можешь не готовиться. А тут есть стремление к тому, что ты будешь готовить предмет. То есть, а вдруг меня сегодня вызовут? Волнение то же самое. А вдруг меня вызовут? Не хочется плохую оценку получить? Значит, надо вот взять и подготовить предмет. Даже если тебя не вызовут, ты будешь сидеть. Могут вызвать каждый урок, то есть вне зависимости. Вот ты должен был подготовиться. Тема преимуществ обучения в сельских и городских школах далеко не нова, но по-прежнему актуальна. Единого мнения нет до сих пор и вряд ли оно когда-нибудь появится. Однако, если посмотреть на ситуацию объективно, по крайней мере, с точки зрения людей явно компетентных, все не так уж драматично. Кстати, в этом году в ВУЗы поступила половина поболовских выпускников. Такой достаточно спорный вопрос насчет того, где тут образование лучше, хуже. Я могу вам сказать, как бы немножко привести, наверное, свою точку зрения, что как раз, может быть, в такой сельской школе есть возможность более индивидуального подхода к детям. Все-таки детей меньше, и педагогу есть возможность с каждым, скажем так, больше времени с ними позаниматься. Поэтому, мне кажется, качество образования прежде всего зависит от профессионализма наших учителей и, скажем так, и от желания ребят учиться. Первый урок в третьем классе поболовской средней школы на обычный не похож совсем. Во всяком случае, заданий в этот день не задают, хоть и просят повторить немного подзабытое за лето. Малышам на месте явно не сидится. Однако, все понимают, каникулы закончились. Необходимо вновь раскрывать учебники. Завтра у нас, вы видите, по расписанию математика. Значит, повторите, пожалуйста, таблицу умножения. На два, на три, на четыре. Если вспомните, можете больше, до конца все повторить. Хорошо? Для поболоской средней школы этот день знаний еще и день подарков. Компьютерный класс от Совета Министров. Сегодня Беларусь стремится стать IT-страной, а поэтому ученики любой школы должны иметь доступ к современным технологиям. Спортивный инвентарь и оборудование для столовой от облсполкома. С ее работой их гости ознакомятся сразу же после окончания линейки и останутся довольны увиденным. Конечно, только экскурсии дело не ограничилось. Разговор о снабжении школ свежей сельскохозяйственной продукцией и качестве блюд. И завершающий аккорд праздника – встреча с выпускниками. Речь о ситуации в стране и перспективах получения профессии и карьерного роста для молодых людей. Одиннадцатиклассники на пороге нового этапа жизни. Сейчас они думают исключительно о будущем, но через какое-то время обязательно придут в школу снова. Годы детства и юности дорогие сердцу люди не забываются никогда. На самом деле День знаний – это праздник. Я вспоминаю свой первый класс, свой выпускной класс. Вот это волнение разное. Разное первое, когда ты идешь в школу. Волнение, когда ты в школу заканчиваешь, идешь во взрослую жизнь. Я хочу сказать, вот по прошествии стольких лет, я вот абсолютно уверен, что школьные годы – это, наверное, лучшие годы в жизни каждого человека. Поэтому, наверное, их… К сожалению, когда мы учимся в школе, иногда этого не ценим, а это осознание приходит только после того, как закончить школу, но, к сожалению, этих лет уже не вернуть. У студентов-первокурсников Гомельского государственного медицинского университета 11 ступеней школьной жизни. Централизованные тестирования и зачисления в ВУЗ уже остались позади. Теперь волноваться кажется нечем, однако к первому дню студенческой жизни это не относится. Торжественность момента обязывает. Это всегда была моей мечтой – стать врачом. Я думаю, что ГОМГМУ – это отличная возможность. Проявить себя и завести новых друзей. Стать хорошим врачом, конечно же. Я рассматриваю или УЗИСТ, или расшифровка кардиограмм – два направления. Учиться побеждать. Посвященный Дню Знаний праздник прошел и в Гомельском училище Олимпийского резерва. На торжественной линейке потенциальные чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. А воспитывать медалистов здесь умеют практически каждый из учащихся – призер престижных стартов. За прошедшее лето в училище значительно укрепили материально-техническую базу. Теперь тренировочный процесс станет еще более эффективным. Закупили инвентарь, оборудование. Поэтому все готово к тому, чтобы начать учебный год, ну и продолжать его успешно. Конечно, год будет очень тяжелый, он напряженный. В 2020 году будут Олимпийские игры. А выпускники нашего училища, они будут представлять интересы нашей страны. Поэтому мы все в волнении, в ожидании. Олег Сентяров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Когда мы отправляем своих детей в школу или детский сад, то хотим быть уверены, что с ними там ничего не случится. Их жизнь и здоровье под надежной защитой. А потом идем на работу сами, тоже надеясь, что для работников созданы комфортные и безопасные условия труда. Несмотря на то, что так и должно быть, случаи, когда люди травмируются или даже гибнут на производстве, повторяются вновь и вновь. И кто здесь виноват? Самая распространенная причина – беспечность работников. Хотя бывает, что трагедия на совести наниматель. В регионе работают мобильные группы, которые проверяют, как обстоят дела с техникой безопасности и охраной труда в организациях и на предприятиях. Областную группу возглавляет начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облсполкома Ирина Довгала. О подробностях и результатах проверок пойдет речь в актуальном интервью. Ирина Викторовна, каждый из нас имеет право на безопасные, нормальные условия труда. За этим же следят и мобильные группы, чтобы все это соблюдалось, все было по закону. Но почему нарушения продолжают выявляться? Причем не только наниматели нарушают правила, но и чаще, наверное, все-таки сами работники. Вы знаете, самое интересное, что, наверное, каждый человек должен осознавать то, что ничего нет дороже, чем жизнь. И в первую очередь сам человек, независимо от того, наниматель он, работник, или он вообще просто пенсионер, или ребенка, которого нужно с самого раннего детства, с пеленок, с рождения, учить тому, что жизнь нужно в первую очередь беречь самому себе. И если вот этого осознания нет, то, конечно, очень сложно потом что-то, что-то наверстывать. Но тогда, когда человек уже работает, и независимо от того, работает он на производстве, или он какими-то контролирующими функциями, или организационными занимается, он все равно, как говорят, он в деле, он в работе. И, конечно, он должен выполнять все, абсолютно все правила безопасности. В Гомельской области все мобильные группы, которые у нас есть, а у нас их 30 на минуточку, 30, то есть это есть все районы, а в некоторых районах и по две. И, соответственно, это областная группа, которая не только является, как говорят, мы не только вот областная, которой, кстати говоря, руковожу я, это не только контролирующая функция, условно, над районными. Речь идет в первую очередь о том, что областная мобильная группа выезжает точно так же, как и районные, на предприятия, в организации, и, конечно, смотрит все. И обратите внимание, в состав мобильных групп входят самые разные специалисты. Это и органы внутренних дел, это и органы Министерства по чрезвычайным ситуациям, и наркологи, то есть врачи, да, и, соответственно, департамент по труду, и целый ряд специалистов, которых мы просто имеем право привлечь к работе мобильной группы в зависимости от того, какие предприятия планируется посещать. Поэтому независимо ни от чего, конечно же, очень, я еще раз хочу это подчеркнуть, очень важно, чтобы в буквальном смысле этого слова, на подсознательном уровне у человека было сохранить свою жизнь. Ну, бывают случаи, когда, ну, действительно, это, ну, несчастный случай, и произошло, вроде и человек не виноват. И наниматель не виноват. Да, совершенно верно. Но приводить примеры таких случаев очень сложно. Почему? Потому что их, во-первых, крайне мало, потому что, как правило, это человеческая беспечность. Ну, условно, работает механизм, да? Идет какой-то конвейер, и работает механизм. Крутится этот механизм, и туда попал какой-то инородный предмет. Нет. Стоит этот работник, видит этот предмет, он понимает, что его нужно убрать оттуда, чтобы дальше работал нормально этот конвейер. Но ты же должен понимать, что нужно остановить механизм, и только потом вынимать. Нет. Мы уверены, что вот чуть-чуть, чуть-чуть, вот я сейчас заберу, и все будет хорошо. А пальчики-то, увы, как в мясорубку ушли, и все. И уже ты либо, простите, имеет смертельный случай, либо остается человек инвалидом. Тогда вопрос, в чем ты был уверен? Ну, по-моему, это даже в менталитете, да, у многих людей перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то другого, да? Что за меня отвечаю не я, а за меня отвечает другой. И что если что-то случится, то виноват не я. Так поздно уже будет, правильно, когда что-то случится. Искать виноватых уже можно без ног, без рук остаться к этому времени. Вы знаете, вот этот менталитет, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это сидит просто в подсознании. Реально, честно скажу, это страшно. И потом, даже тогда, когда случается, проходит короткий период времени, сначала, знаете, народ так встрепенулся, и кажется, ну, уже вот-вот, да. Точно-точно, надо же все перепроверить, все пересмотреть. А дальше что? А дальше проходит время, все это снова нивелируется, и забываем об этом. Это говорит в первую очередь о бессистемной работе. И тогда, когда идет система контроля, да, ступенчатая, на месте, та же мобильная группа пришла, наниматель перепроверил, контролирующие органы пришли. Это мобильные органы. Это не контролирующий орган. И даже не общественная организация. Это рабочая группа, которая, кстати говоря, даже не имеет права привлекать к ответственности. В лучшем случае, не дай бог, если выявляется человек в пьяном виде на рабочем месте, то дается руководителю рекомендации немедленно от работы отстранить. Но никак не составлять протокол, и уж тем более не привлекать к ответственности. Поэтому, когда выявляются нарушения, соответственно, уже, так скажем, вот такие рекомендации нанимателю даются. И по результатам каждого выезда каждому нанимателю даются, подчеркиваю, рекомендации. Вы посмотрите, вот это у вас, вот это у вас, вот это у вас не то. Сделай это. И когда уже придут контролирующие органы, у тебя будет все хорошо. Ну а бывает ли так, что мобильная группа побыла, нарушения выявила, рекомендации руководство получило, но ничего не сделало. И в следующий раз вы приехали, и опять все то же самое. Ну вот здесь как раз-таки система выработана, и опять-таки говорю, хорошо, когда система дает свой результат. И от руководителя зависит очень многое. Понимаете, когда даются рекомендации, то руководитель должен понимать, что нам не нужна отписка. И это не ради членов мобильной группы. Здесь в первую очередь твои работники и условия твоей организации работы. И если человек подписывает, руководитель, подписывает ответ на наши рекомендации, что мы все устранили, а мобильная группа в обязательном порядке и приедет повторно. Без предупреждения. Без предупреждения. Без предупреждения. Приедет и посмотрит. Вот наши рекомендации. А вот ваш ответ. Давайте смотреть, что по факту сделано. По вашему документу у вас все отлично. Вы все устранили. А по факту нет. Кому врете? И что дальше? Какие дальнейшие действия? А вот дальше уже мобильная группа, соответственно, руководитель, вот я с ним непосредственно. Мы направляем в департамент по труду информацию и департамент проводит внеплановые проверки. Кстати, вот сейчас идет уборочная кампания и более чем важно реально на сегодняшний день, чтобы были обеспечены все условия труда. Вот прям вот видите, прям вот как раз для нас. Все условия труда для наших механизаторов и для транспорта, который отвозит на зернотоки и так далее всю продукцию. И здесь опять-таки в первую очередь это те люди, которые работают на транспортных средствах и, соответственно, на всех тех объектах, которые принимают продукцию. И должно быть все обеспечено, а не тогда, когда у нас в Ковргачевском районе горят комбайны. Вот где беда. И не нужно искать виноватых где-то. Не досмотрели ни один день. Комбайн просто так сам себе не загорится. Поэтому, конечно, нужно всегда, тогда, когда люди выходят на свое рабочее место, видеть, что должно быть сделано для безопасных условий труда. А часто ли бывает так, вот как вы считаете, когда человек, он видит, что что-то не так, да? Он мог бы изменить эту ситуацию, но в силу чего? Не хочет жаловаться, да? Это как ябедничает, да? Но, с другой стороны, он бы мог спасти технику, да, и спасти водителя, и своего нанимателя, может быть, от наказания дальнейшего, от расследования. Если бы сообщил об этом, вот где эта грань между желанием спасти предприятие, коллегу, руководство, и между тем, что, ну, я же не кляузник, не ябеда? Вы знаете, у нас есть в профсоюзах такой институт, как общественные инспекторы по охране труда. Но, на мой взгляд, я считаю, что не нужно быть общественным инспектором. И речь идет не о том, вы говорите, кляузничать. В народе это называется настучать. Настучать, да? Не надо, а вот не надо вот об этом думать. Нужно сегодня, в первую очередь, если это работает бригада, да, то почему бригада, которая видит, что их работник бригады пришел в пьяном виде, все видят и все молчат? А что делать тогда, когда смертельный случай в пьяном виде? И мы будем только руками разводить? Все видели и все молчали. Работника нет. Как правило, эта семья остается без отца, либо, не дай бог, без матери, да? Работника нет, еще раз говорю, чена семьи нет. Просто человека в жизни просто нет. Если молодой человек, у него еще родители, может, живы, сына потеряли, то вопрос от твоего молчания. Кому стало легче? Ты вроде остался хорошим, да, и чистым. Да, вы все хорошие и чистые. Никто не настучал, а человека нет. Очень много вопросов, которые связаны непосредственно с тем, когда существует коллективный договор. И в коллективном договоре существует понятие, далеко не каждая организация это использует, коллективную ответственность. Хорошее, да, определение. И вот здесь пришел даже не ждать. Все смолчали, но все допустили, что он в пьяном виде. И каждый виноват. Ответили все. Вся бригада. Вот тогда подумают. Молчать или сказать, Вася, дорогой, только не в этом виде на работе. Поэтому и первая директива достаточно жесткий имеет, так скажем, рамки ответственности, когда непосредственно идет речь об увольнении работника за нарушение вот такой трудовой дисциплины, как появление на рабочем месте в пьяном виде. Поэтому мобильные группы это не какое-то аморфное создание, которое непонятно чем занимается. Хочу вам сразу сказать, что мы ежегодно работу эту анализируем и выпускаем вот такие сборники специально. До предыдущий год, да? Да, вот у нас итоги 2018 года. И они уже, так скажем, полностью дают всю раскладку, потому что мы даем здесь для всех буквально районов, это у меня здесь уже результаты части 2019 года, мы даем диаграммы, которые показывают за несколько лет, да, результаты работы по самым разным направлениям. Соответственно, таблицы, которые показывают, какой район, как выглядит на фоне других. И каждый район может себя, соответственно, уже увидеть и анализировать, а как я в том или ином направлении смотрюсь. И все видно в разрезе каждого района по годам и видеть всю динамику. Поэтому мы очень большое значение уделяем этому, потому что самая главная задача это сохранить жизнь и здоровье наших людей. А от этого будет зависеть и результат любого производства. Спасибо большое, Ирина Викторовна. Я думаю, что каждый человек, который посмотрит это интервью, должен задуматься о том, что сохранить жизнь и здоровье это не только задача государства, нанимателей, это задача каждого из нас. Как мы сохраняем жизнь для наших детей, их здоровье стремимся, так и думать и заботиться о себе. И не забывать о своих коллегах. Абсолютно правильно. Так что здоровья всем, удачи и беречь свою жизнь. 6 сентября. Самая массовая молодежная организация страны отметила свой день рождения. Вот уже 17 лет Белорусский Республиканский Союз Молодежи объединяет молодых белорусов, которые могут проявить себя в творческих, научных и волонтерских проектах. По-настоящему активная молодежь ведет за собой остальных к важным для страны и общества цели. О том, что их объединяет, материал наших корреспондентов. Эта аббревиатура уже давно не требует расшифровки. Белорусский Республиканский Союз Молодежи только в Гомельской области насчитывает около 60 тысяч членов. Самым юным участникам может быть 14 лет. Главное быть активным и неравнодушным. Так, одним из важных направлений работы БРСМ стало волонтерское движение. Доброе сердце объединяет чутких людей, тех, кто хочет помогать другим. Они заботятся о пенсионерах, ветеранах и сиротах, занимаются благоустройством территорий и организуют благотворительные акции «Все краски жизни для тебя», «Восстановление святынь Беларуси», «За дело» и «В школу с добрым сердцем». Мы ходили к бабушкам, помогали им убираться, готовить и дарили им подарки. А еще мы были недавно на восходе. Мы там, получается, давали детям рюкзаки. Школа с добрым сердцем. Мне нравится помогать людям, потому что это добро, это отношение к людям так, чтобы отнеслись к тебе. Во время летних каникул БРСМ трудоустраивает тысячи студентов и школьников, давая возможность получить опыт работы и первую зарплату. Юноши и девушки трудятся в сельскохозяйственных, сервисных, экологических, медицинских и строительных отрядах. Активисты ездят на заработки в Туапсе, Сочи и Московскую область, работают на крупных предприятиях и строительстве социально значимых объектов и, конечно, помогают во время уборочной. В прошлом году мне предложили вступить в этот отряд, поработать в трудовом лагере. Я с удовольствием решила пойти, потому что летом особо дома делать нечего было. Решила и помочь нашей деревне, и просто, чтобы провести с пользой время. Работала на складе у нас в деревне. Мы убирали зерно, подготавливали какие-нибудь склады, убирали, фасовали все это зерно, ну, помогали в уборке. Творческие проекты БРСМ, Зимняя радуга, Королева весна, Студент года, Автоледи и Властелин села помогают раскрыть молодые таланты и заявить о себе. Продемонстрировать коммуникативные навыки и широкий кругозор можно, участвуя в открытом диалоге. А конкурс «100 идей для Беларуси» стал хорошим стартом в реализации десятков проектов. «Умный дом», электронный фликер для велосипедистов, фермерская разработка «Хутор Мёбиуса» – эти и другие креативные и полезные идеи изобретатели и молодые ученые представили в прошлом году перед экспертным жюри. За свою деятельность гомельские активисты неоднократно получали признание на уровне республики. В этом году Гомельский областной комитет был признан лучшим по волонтерской деятельности в рамках проекта «Доброе сердце». Из 15 номинаций в 8 мы заняли первые места. Также проект «100 идей для Беларуси» – два наших парня, они заняли призовые места на республиканском этапе. Несмотря на все наши достижения и результаты, конечно же, у нашей организации огромнейший потенциал, который мы будем стараться использовать по максимуму. Все это лишь малая часть тех акций, проектов, идей и конкурсов, которые нередко зарождались и находили поддержку именно в БРСМ. Белец Союза молодежи – не что иное, как возможность научиться добиваться цели и делать этот мир лучше. Анна Корольчук, Елена Василюк, Игорь Морищенко – Новости недели. На следующей неделе Гомель примет гостей 14-го международного фестиваля «Славянские литературные дожинки». 150 поэтов и писателей из Беларуси, России и Украины представят свое творчество на конкурсе любительских литературных объединений и в форме молодых литераторов. Также в программе чествование писателей-юбиляров, презентация совместных проектов и новых книг. А сейчас у вас есть возможность посетить новые выставки, которые открылись на этой неделе в областном центре. Подробнее расскажет Анна Корольчук. Искусствоведы разделяют творчество Пикассо на 10 периодов, в каждом из которых он менял свой почерк и даже стиль живописи. Например, его работы голубого периода выполнены в светло-голубых и темно-синих оттенках, цветах одиночества, печали и тоски. Так художник переживал самоубийство близкого друга. Узнать больше об этом и других периодах творчества великого испанца можно в картинной галерее Гаврила Ващенко. Впервые в Беларуси здесь экспонируется выставка литографии Пикассо «Параграфы». Более 60 работ собраны из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Среди них серии «Голубой цвет Барселоны», «Папье Кале», «Война и мир», «Торрос» и «Торерос». Отдельный зал посвятили созданию герники. А на первом этаже галереи можно познакомиться с работами начинающих творцов, выпускников прошлого года Гомельского художественного колледжа. Богатство цветов, техник, глубокие смыслы, эмоциональные переживания – все это ощущается в картинах и работах дизайнеров. Отражено в них и множество вопросов, волнующих современную творческую молодежь. Также два вернисажа прошло на этой неделе и в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Первые посвятили 75-летию художника Владимира Андреянова. Белорусского живописца, графика, скульптора и керамиста можно назвать настоящим универсалом. Он принял участие более чем в 100 выставках, а также украсил своими скульптурами, композициями и вазами улицы Гомеля и Минска. Одну из экспонируемых картин мастер подарил Дворцу Румянцевых и Паскевичей к столетию музея. Вторая экспозиция «Родные, а лишь розные». Это семейная выставка четырех авторов, связанных родственными узами. Ивана Кирилл Андросюки, Надежда и Ольга Барай – два творческих тандема родных людей с разными художественными предпочтениями. Более 60 работ включают графику и современную цифровую живопись, полотна, выполненные маслом и акварелью. При этом художников объединяет не только единство корней, но и любовь к прекрасному и преданность искусству. Выставку картин можно посетить и в областной библиотеке имени Ленина. С мистической эклектикой Гомельчан знакомит художник Сергей Каврига. Живописные произведения в стиле фэнтези и композиции в технике трэш-арт раскрывают индивидуальность и креативность автора, объединяя как его инженерное образование, так и страсть к искусству. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.